Что такое ЕДК и что изменилось? 1 января уже, пожалуй, знает каждый. Реакция неоднозначная, но это распоряжение федерального правительства. Областные чиновники заявляют, они как смогли облегчили жизнь пенсионеров. Во-первых, в бюджете Министерства социального развития были увеличены финансовые средства на выплату субсидии. Если в прошлый год мы на эти цели 500 миллионов рублей закладывали, то в текущем году мы заложили свыше 700 миллионов рублей. Это первое. Второе. Было принято постановление правительства. Не все регионы на это пошли, но мы уровнем своего регионального законодательства предоставили льготу по оплате капитального ремонта для людей, которые достигли 70-летнего и 80-летнего возраста. Ну вот, кстати, что еще можно сравнить с другими регионами, так это те самые нормативы потребления. Каждый регион эту границу определяет самостоятельно и в Оренбургской области одни из самых низких стандартов по стране. Правительство понимает, этот показатель надо менять, но лучше в жизни одним можно навредить другим. К сожалению, еще не вся Россия, даже мы сидящие, давайте можем провести, стопроцентно перешли на потребление по приборам учета. Повышая льготу, создавая одному человеку, можно усугубить правоотношения финансовые с другими категориями, не имеющие ни льготные, ни какие категории. В свете изменений расчета ЕДК льготникам предлагают обращаться за субсидиями. В первом квартале этим воспользовалось уже 4 тысячи человек. На что можно рассчитывать? От 12 до 20 процентов от дохода. И повышать не собираются. В правительстве полагают оренбуржцам денег вполне хватает. Сегодня достаточно высокое пенсионное обеспечение, которое гарантировано пенсионным законодательством. Средние пенсии у нас 11 500 рублей, 580 даже. А вот мнение общественности и несколько иное. Эксперты полагают, тема ЕДК оттого и резонансная, что ударила по карманам самых небогатых людей. Введение расчета по нормативу в целом обоснованный шаг, но надо понять и возмущенных льготников. Пенсии надо нормальные платить, а все эти льготы и уловки отменить вовсе. Если бы у человека была нормальная пенсия, которая бы составляла 80 процентов от зарплат, 70 процентов от зарплат, то и вопросов бы по ЕДК не возникало. Ольга Патрушев, Владимир Семенов. Наше время.